Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку Дания в мультиплеерной компании Европа Универсалис 4. Я думал, что в первую очередь лучше будет мне забрать Ливонский Орден, который никуда от меня не денется, либо Детмаршин, стратегическая провинция, где можно построить крепость и защищаться, не пускать врагов в Данию. Конечно же я выбрал Детмаршин. В это время поляк что-то сидел и ждал, я думал, что он тянет время, оказывается он ждал, пока нападет австрияк с Венгрии на Богемию по казус Белли Уния. И вместо того, чтобы нападать, как классически делают ошибку в мультиплеере, нападают на Тевтонский Орден, поляк нападает на Богемию ради Селезеи. «Священку никто не торопился кушать, все боялись коалицию, и поэтому я нападаю на Ливонский Орден». И Мамлюк такой решает, а зачем мне Индия, не пойду я туда, вместе с Тимуридом, наверное, тоже не собираются идти. Османы и Тимуриды засоюзились, но что-то у них пошло не так. Мамлюк воспользовался ситуацией и нападает на Османскую империю. В это время в Венгрии отдельной войной вместе с Австрией нападают на османов, но воюют уже на Балканах. Изначально я планировал заключить союз с Австрией, и вроде бы как договорились, но чувак не пришел. А его замена Союз не особо хотел со мной заключать, а потому мы договорились, что он не будет мне мешать, взамен я не пойду на него в атакующую войну. Однако с поляком Союз мне пришлось заключить. Между тем, османы и поляки заключили Союз. Когда на Османа нападает Мамлюк, поляк за него вписывается, но уже во вторую войну, когда нападает Австрия и Венгрия, поляк почему-то воевать не захотел. Более того, на поляка с востока нападает Московия, хотя вроде бы у них был пакт о ненападении, или я что-то путаю. Но Польша не стала воевать на два фронта и сдалась Московии, которая отобрала Смоленск и еще примерно пять провинций, и обещала больше не нападать. Тем временем на Западе Франция собирает чуть ли не всю коалицию. Франция заключает союз с Марокко и Тунисом, но в основном из-за Кастилии и Англии, а также Португалии, на которую и нападает марокканец при поддержке французов. Но по большому счету мне двигаться некуда, приходится кушать немножко священку, и я нападаю на Ферден. Вот за что я обожаю новичковые лиги, за свою непредсказуемость. Узбеки не захотели воевать против Большой Орды, и вместо этого заключили с ними союз, и напали, как вы думаете, на кого? На Айратов. Все же я не решился захватить Ферден из-за агрессивки, а сделал его своим вассалом. Да и потом мне нужен был еще один вассал, чтобы поражать сильные герцогства в сословиях. Гольштейн я присоединил по ивенту, надо было не тратить деньги на улучшение отношений. Литва откололась от Польши. Если Бургундия упала в Унию Франции, а Венгрия упала в Унии Австрии, то у поляка получился вот такой вот неприятный сюрприз. Тут еще происходит один сюрприз. Вместо того, чтобы быть союзниками и вместе воевать против Московии, узбеки нападают на Большую Орду и зовет себе на помощь. Как вы думаете, кого? Конечно же, Московию. Кого же еще? У Большой Орды дела пошли совсем плохо. Да, у них есть союзники Османская Империя, но они до сих пор воюют с мамлюками. А поляк тоже ничем особо помочь не может, поскольку пытается приструнить Литву. Тем временем, Венгрия и Австрия вновь нападают на Османскую Империю. У меня тоже неприятная штука случается. Шведы откололись и приходится приструнить их вновь. Война только начинается. Кто знает, почему, может быть, какой-то ивент вылетел и я по невнимательности нажал не ту кнопочку. В любом случае, 2-3 года по темпам, но усмирение я потеряю. На Западе что у нас интересного происходит? Кастилья вместе с Англией, а также с Миланом и Неаполем пытается распилить Францию. А еще у них есть союзник Португалия. У француза союз это марокканец, Тунис и Бургундия. Я много раз говорил, если француза не стопать, то он потом всех поубивает. Но упарываться в него тоже, ну такое себе удовольствие. Англичанин не захотел отдавать земли французу. Нормандия это его вассал. А также две провинции в Бордо он продал за деньги Кастильцу. Пока непонятно, какой из союзов выиграет, но давайте посмотрим. Кастилья стабильность минус 2, это очень печально. Советников у него нету, я так понимаю, он пытается сэкономить. Регенский совет еще 2 года, наследнику 13 лет. Доход 20 монет. У него 2000 долгов. Лимит армии 34 полка. И у главного его оппонента, у Франции доход 20 монет, но нет долгов и положительная стабильность. Аж плюс 3. Также он взял количественные идеи, одну ячейку уже прошел. Лимит армии тоже небольшой, 35 всего лишь. Тем не менее, у Франции дела идут получше, чем у Кастильи. Хотя вот первую войну Мараканец нападал на Португалию, и они проиграли войну, вот Фес отобрал португалец. Тем не менее, говорят, что Мараканец своим флотом одну битву, одну из четырех, но все-таки выиграл на море у англичанина. Давайте еще раз рассмотрим Кастильский союз. 11 монет у Португалии. Лимит армии 15. Но из-за того, что португалец влез в войну, может быть по темпам он не успеет вовремя в Америку, хотя с другой стороны, может это и не к спеху. Милан тоже опасается француза, и поэтому вступил в коалицию против него. 14 монет доход, лимит армии 23 полка. Но тут по крайней мере нет долгов, но из-за войны он так и не захватил стратегические горы, а они ему нужны. Иначе им проиграет войну. Смотрите, какая коалиция сейчас на Польше висит. Вся она до этого висела на Франции, но потом отлипла и пошла к поляку. Папа союзится с Миланом и с Португалией. Ему тоже что-то нужно сделать с Францией. По крайней мере он ее опасается. 10 монет дохода, лимит армии 19 полков. Немного повоевал с Неаполем, но вот Флоренцию он еще не забрал. Возможно, по договоренности она уходит в Милану. Мараканец хоть и проиграл войну, но все еще живой. Кстати, доход у него 23 монеты, что, согласитесь, неплохо. Лимит армии 28 полков. И да, Тунис тоже жив, поскольку он в союзе с Францией. Доход 7 монет, но с Тунисом всегда тяжко насчет этого. Лимит армии 22 полка. Англичанин что-то мутит вместе с Кастилией и Португалией против Франции. Доход 34 монеты. Лимит армии 40 полков. Пока что у англичанина все отлично. Бургундия тоже занимает богатые земли в Нидерландах. Доход 28 монет. Лимит армии 42 полка. Бургундия в союзе с Францией и Кёльном. Да, с одной стороны, его тяжело будет попилить из-за таких союзов, но с другой стороны, ему двигаться дальше некуда. С Данией он тоже союзник. Хотя, возможно, парни что-то придумают и кого-нибудь пробьют. Кёльн тоже обложил себя союзами. Венгрия, Бургундия, Бранденбург, Вертенберг, Мамлюки, Ротенбург. Зачем ему столько много союзов? Доход 13 монет. Лимит армии 14 полков. Здесь тоже очень интересная ситуация происходит. Османская империя защищается от мамлюков уже на протяжении почти 15 лет. И договориться никак не получается. Военный счет минус 6. Венгрия нападает уже второй раз. Война длится 2 года. Единственный, кто защищает Османа, это поляк. Пока на Балканах атакуют только Венгрия. Вот османские войска здесь сконцентрированы. Из-за бесконечных войн у Османа доход 19 монет. Лимит армии 39. Но долгов у него не так уж и много. 2,5 тысячи, учитывая, что война уже почти 15 лет, длится. Но я бы не сказал, что мамлюк тоже очень боеспособный. Доход 20 монет. Лимит армии 40 полков. Вот у него 13 полков и 11 полков. Война идет, а крепости он держит без содержания. Это такой тактический ход. Ловушка. Заманить Османа сюда, на юг Сирии. А вот у мамлюка дела с доходами гораздо хуже. 6 тысяч монет он занял уже. 2 займа максимум мамлюк еще может взять. Если не будет брать коррупцию, а это очень плохо. То есть полный руин стороны будет. Мамлюк еще года 2 максимум протянет. И тогда все османские силы набросятся вот сюда. У Венгра доход 23 монеты. Лимит армии 39 полков. Но почему Венгру никто не помогает на Балканах? А все потому, что Австрия спасает Бранденбург. Вот смотрите, поляк нанял очень много войск и уже штурмует Берлин. У Австрияка 30 полков здесь рядом. А у Бранденбурга всего лишь 23 полка. Ну примерно равны они по силам. Так что исход войны решат. Кубики или удача? У Бранда 6 монет доход. Половина стороны засиджена в оккупации. Лимит армии 17 полков. Если Берлин пойдет, Бранд возможно вообще не выживет. Австрия и Бранденбург пытаются спасти Берлин. А Берлин уже находится 280 дней в осаде. У Австрияка 22 монеты доход. Долгов всего лишь 600 монет. Не так много, но доход тоже небольшой парни. Лимит армии 55 полков. Поляк очень много поднял солдат. Минус 44 чистая прибыль. То есть если война будет затягиваться, то у него дела пойдут очень плохо. 58 полков. А 34 у него лимит армии. Так, ну давайте Данию посмотрим. У меня союзы Бургундия и Польша. Мой союзник поляк, он воюет. Однако он сражается за Османскую империю. На него напрямую пока не нападают. Ну не считая Московии, конечно же. В чем дело? Напишите мне в комментариях под видео. Что Швеция нападает на Новгород. Так она еще и имеет наглость отвалиться от меня. Из-за этого я потеряю по темпам немного. 20 монет доход. Лимит армии 25. Пока что скромно. Но территория у меня не такая большая. Положительный доход чистый. И нету кредитов. Большая Орда денег нету вообще. Доход 2 монеты. Лимит армии 25 полков. Но разбита, разбита вся его армия. Несмотря на то, что он в союзе с Османской империей и Польшей. Это ему не помогло. А знаете кто у нас самый хитрый? Самый хитрый у нас Узбек. Я сначала подумал, что он не хочет защищать Большую Орду. Потому что боится Московии. Но на самом деле смотрите, что он сделал. Он с помощью Московии, вы только вдумайтесь. С помощью Москвы разбивает, даже выбивает Айратов. А затем с помощью той же Москвы нападает на Большую Орду. То есть главный лидер в войне это Узбеки. И именно он будет распределять провинции. Да, возможно у них какая-то договоренность есть. Но что-то здесь не так. И давайте сравним. 26 монет дохода. Да, может быть не такие астрономические цифры. Лимит армии 46 полков. Я раньше думал, стоит ли мне опасаться Москве. Он не пошел воевать на восток. Значит, возможно у него какая-то другая цель. И он будет воевать на западе. Но я так понимаю, что он засоюзился с Узбеком. Потому что у него других союзников нет. И он нападает на поляка. И в какой-то момент собиралась коалиция против него. Польша, Большая Орда и Османская империя. И именно поэтому он пошел к Узбеку. Мне воевать против поляка невыгодно. При таком раскладе. И вот если сравнивать Москву с Узбеками. 47 лимит армии. Ну там 46. Можно сказать одинаковый. Но вот по доходу Московия 19 монет уже значительно уступает Узбекам. И что-то мне подсказывает, что у нас будет мусульманская Россия скоро. Хотя может быть я ошибаюсь. Но мне кажется союз порвут со временем. И московиту просто деваться некуда. Тимурид в союзе с Узбеками и Бахмани. 34 монеты доход. Есть долги. Полторы тысячи монет. Лимит армии 66 полков. Но по темпам у Тимурида все нормально. Многие говорят, что самая темповая держава, если ее никто не остановит на старте. Бахман 20 монет. И лимит армии 33 полка. Воевал с Виджая Нагаром. И Виджая Нагар проиграл. Да, Видж выбывает, скорее всего, 7 монет дохода. Спрашивал разрешение не приходить. Возможно, не стоит заставлять парня. Бенгалия 30 монет дохода. В полтора раза лучше, чем у Бахмана. Лимит армии 46 полков. Дели 24 монеты дохода. Лимит армии 37 полков. Дели 24 монеты дохода. Лимит армии 37 полков. Союз Бенгалия Мевар. То есть, получается, тоже здесь очень интересная ситуация. С одной стороны, Бахмани и Тимурид. С другой стороны, Дели, Мевар и Бенгалия. У Мевара доход 15 монет. Лимит армии 18 полков. У Брунея, несмотря на скромный доход, 15 монет всего лишь. Но лимит армии здесь всегда маленький был. Но у него есть монеты. 1400 монет. Роскошь в наши дни так. Союз Соютии, Бенгалии. А также есть пару вассалов. С одной стороны, Япония очень быстро собирается. Как по мне, за 20 лет он большую половину часть Японии захватил. Однако, почему-то показывает, что скоро он банкротнется. Доход очень маленький. 6 монет. Лимит армии всего лишь 9 полков. Но на Японии все очень печально по темпам. Итак, основные. Самое интересное, что у нас происходит. Это Кастилия, Франция, Коалиции. Также Осман, Австрия, Венгрия, Польша, Мамлюк. В Индии Тимурид, Бахман. И индусы. Мивар, Дели. Бенгалия. А также самый хитрый узбек. Я такого узбека никогда не видел. Я не знаю. Мне очень интересно, что будет из этого узбека. Напишите свое мнение в комментариях под видео. Прогнется под него Москва. Или он сам захватит ее. Или они будут союзниками до конца партии. Очень интересно. А на этом у меня все, парни. Без обид. Если кого-то не упомянул. Всем спасибо за внимание. Всем пока.